Здравствуйте, уважаемые коллеги! С вами Лилия Новикова и Музыкально-Терапевтическая Среда. В течение мая мы с вами изучали основные аспекты методов музыкальной терапии. Мы коснулись физических, эмоциональных, ментальных, религиозных аспектов, четырех основных методов. И сегодня поговорим о духовных аспектах четырех основных методов музыкальной терапии. А именно, о духовных аспектах сочинения музыки, воспроизведения музыки, о духовных аспектах импровизации и о духовных аспектах слушания музыки. Духовные музыкальные переживания трудно определить, вызвать или предсказать. По самой своей природе они избегают объяснения в конкретных причинно-следственных терминах. Это часто случается спонтанно, непреднамеренно. Их возникновение не всегда можно отнести к определенному аспекту музыки или опыта. Духовный опыт во время прослушивания не может быть легко дифференцирован от того, что происходит во время выступления. Это пиковый опыт, катарсис. Это максимальный опыт, независимо от типа общения с музыкой, будь то сочинение, воспроизведение, импровизация или слушание. Наиболее предсказуемые духовные музыкальные переживания происходят в религиозных церемониях, где используется музыка, специально созданная как неотъемлемая часть ритуала. Гимны, мессы, хоровые пьесы и органная музыка. Часто музыка пишется, исполняется, звучит как молитва, предложенная Богу членами сообщества или наоборот, может нести духовные послания от Бога. Музыка также может быть использована символически, нести особый духовный смысл или значение, описывать части духовного ритуала. Прихожане могут слушать музыку в исполнении музыкантов или участвовать в создании музыки, обычно через пение. Различная музыка используется для различных религиозных обрядов, ну, например, похороны, свадьба, крещение или какие-либо праздники. Духовные переживания порождаются музыкой во время церемоний и затем, по ассоциации, в любое время позже, когда та же музыка или стиль ощущается в других настройках, могут возникнуть. В религиозной обстановке музыка порождает духовные переживания через сообщения, вложенные в саму музыку, в ее символическое значение. И роль музыки в ритуале – это ассоциации с музыкой, сформированные участниками. Когда возникает повторный опыт, возникает повторное духовное переживание. Музыка в этом смысле обладает способностью вызывать измененные, необычные состояния сознания. Она способна вывести нас из немедленного здесь и сейчас и перенести в другие сферы сознания, ну или существования. По этой причине музыка используется для медитации, расслабления, а также для активизации воображения. Существуют специальные методики, разработанные музыкальной терапией. Мы с вами о них говорили, те, кто обучался у меня на курсе. Те, кто еще не обучался, вероятно, им предстоит этот разговор. Но, тем не менее, измененные или необычные состояния сознания – это и есть сами духовные переживания. И иногда они обеспечивают к другим доступ, вернее, к другим формам духовного опыта, который человеком еще может быть неосознан. Есть много форм духовного опыта, по-разному называемых, по-разному определяемых, как транс, как персональные и трансцендентные переживания. И множество различных явлений здесь может возникать. Ощущение глубокой красоты или эстетического возвышения. Чувство полного блаженства. Те самые мурашки, слезы. Экстаза или состояние нирваны. Но когда слезы сами текут, да, под музыку. Глубокое чувствование позитивных эмоций. Интенсивные сенсорные переживания. Свет, звук, температура, осязание. Могут случаться воображаемые встречи со значимыми субъектами, в которых человек чувствует себя комфортно. Встречи со своим высшим «я» очень часто возникают образы любимых покойных людей. Архетипические фигуры. Это опыт просветления и внутренней мудрости. Преобразование личности. Единый опыт, в котором человек теряет границы эго. Превосходит себя, сливается и становится единым с музыкой. Со значимыми другими. Сообществом, с культурой, с природой, со Вселенной. Превосходство личной или повседневной реальности и новое осознание более широкой, и глубокой реальности, которая отлична от повседневной. Духовный опыт может нести трансформацию страдания, через горевание к очищению. Может нести интенсивный опыт энергетических связей и сдвигов. Терапевтические цели, наиболее подходящие для каждого типа опыта, происходят на самом деле из понимания того, что каждый музыкальный опыт на самом деле включает. А включает он пять основных компонентов. То есть в каждом опыте мы можем найти физический компонент, эмоциональный компонент, ментальный, ну или умственный компонент, реляционный компонент, компонент, способствующий формированию социальных и межличностных отношений, и, наконец, духовный компонент. Все эти пять компонентов есть во всех опытах. Есть в сочинении музыки, в воспроизведении музыки, в импровизации и в слушании. Например, все музыкальные события включают тело. Но, как мы видим, анализ каждого вида музыкального опыта показал нам, что в каждом из них тело задействовано специфически. Слушание имеет совершенно иной терапевтический потенциал для тела, нежели импровизация, исполнение или сочинение. Некоторые виды музыкального опыта наиболее требовательны к ментальной нагрузке, чем другие. И в этом смысле музыкальный терапевт должен выбрать разработать музыкальный опыт так, чтобы он был напрямую связан с потребностями клиента. Каждый аспект каждого музыкального опыта может быть и показанием, и одновременно противопоказанием для музыкальной терапии, при формулировании целей и задач музыкально-терапевтической работы. Каждый музыкальный опыт дает возможность исследовать внутреннюю жизнь в парадигмах напряжения-свобода, ограничения-контроль и структурирования-беструктурности. Клиенты начинают терапию с различными потребностями и предпочтениями. Свободы пределов, ограничения-контроля, структурирования вне системности. Когда мы слушаем, мы можем позволить нашему сознанию или воображению реагировать свободно, иногда отойти и даже противиться музыке. Музыка неумолимо продолжается и рано или поздно начинает требовать нашего внимания. Она может ограничить слушателя, постоянно возвращая его в здесь и сейчас. Слушатель может игнорировать музыку в максимально возможной степени. Слушатель может или не может уступить музыке и ее влиянию. Когда мы импровизируем, мы свободны иметь структуру или не иметь структуры. Если она у нас есть, мы свободны создавать свои собственные структуры. Рано или поздно мы устаем от непредсказуемости и стремимся структурировать, организовать, наложить ограничения на звуки, которые мы создаем. Таким образом, импровизатор может осуществлять контроль всякий раз, когда чувствует в этом необходимость. Однако, когда мы импровизируем с другими, мы должны договориться о том, как много структуры мы будем использовать, а также кто будет определять и контролировать развитие импровизации. Импровизатор может или не может уступить своей собственной потребности в структуре. Может или не может уступить требованиям со-импровизаторов. Когда мы выступаем, мы можем использовать наши тела наиболее эффективным способом для получения необходимого звука. Но звук должен соответствовать спецификациям композиции композитора. Как исполнители, мы безусловно свободны в выборе тембра, динамики, времени для создания нашей собственной интерпретации. Но интерпретация должна быть соотнесена с намерениями композитором и конкретными указаниями, представленными в сочинении. Таким образом, исполнитель ограничен диктатом композитора. Какой-то невидимый человек, который видит и слышит мир. Это может соответствовать видению и слышанию исполнителя, а может не совпадать. И смеет ли тогда исполнитель интерпретировать композицию по-своему, независимо от намерения композитора? Когда мы выступаем с другими, мы должны договариваться, достигать согласия в интерпретации. Может ли исполнитель уступить требованиям композитора и других исполнителей? Или не может? Когда мы сочиняем, мы можем выбирать и организовывать любые звуки, которые мы хотим упорядочить по своему желанию, в отличие от импровизатора, который работает в режиме прямо сейчас. Мы можем потратить столько времени, сколько нужно. Но с другой стороны, мы не можем контролировать, как исполнители будут петь, играть и интерпретировать то, что мы сочинили. Мы не можем контролировать, как зрители будут реагировать на то, как исполнители исполнят то, что мы сочинили. И здесь композитор ограничен намерением. И композитор может или не может уступить требованиям исполнителей и слушателей. Импровизация и исполнение включают прослушивание, восприятие звуков, которые мы производим. А также осознание того, как мы это делаем. Сочинение музыки включает процесс слушания в голове во время сочинения. Как только произведение записано, композитор должен определить, выполнена ли композиция тем способом, как это было придумано и услышано, или нет. Все музыкальное производство включает в себя петлю обратной связи, где музыкант должен постоянно следить за тем, соответствуют ли его нотные и аудиозаписи желаемым. Самоконтроль. Сравнение собственной музыки с различными моделями свое и чужое. Сравнение своей музыки с собственной моделью слышания. Мое реальное и мое воображаемое. Сравнение своей музыки с собственной моделью и моделью композитора. Моя музыка. И что написал композитор? Каждый тип музыкального опыта включает самоконтроль. Это самоконтроль, который предполагает постоянное сравнение собственных звуков с моделью. Постоянное сравнение реальных и воображаемых звуков. Движение от одного музыкального опыта к другому в бесконечно динамичном мире музыкальной терапии. Сегодня, уважаемые коллеги, мы закончили очень большую тему по изучению различных аспектов музыкального опыта. В течение мая месяца мы говорили с вами о эмоциональных, ментальных, физических, реляционных и духовных аспектах четырех методов музыкальной терапии сочинения, воспроизведения, импровизации и слушания музыки. И с вами, и для вас работала Лилия Новикова и музыкально-терапевтическая среда. Всего доброго, до новых встреч в июне! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова